Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Ума-палата и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества, думающей интеллигенции нашего города. Тема, которую я предлагаю сегодня обсудить – существует ли вятская культура? Представлю моих гостей. Михаил Сергеевич Судовиков, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра регионоведения библиотеки имени Герцена. И Андрей Павлович Драченков, художник и кинописец, каллиграф, автор известного культурного проекта «Вятская азбука». Выбор темы для передачи связан с тем, что не так давно в нашем городе прошла Всероссийская научно-просветительская конференция «Вятская культура. Прошлое. Настоящее будущее». Оба моих собеседника были участниками этой конференции и выступали с докладами. Однако, прежде чем дискутировать о «Вятской культуре», поговорим немного о культуре вообще. Я не буду вас просить, дать определение, что такое культура, полагая, что у любого слушателя нашей передачи уже имеется некое представление о ней. Чаще всего оно положительное, связанное с такими явлениями, как красота, гармония, духовное развитие. Вообще, хорошим тонусом считается быть культурным человеком, то есть знать основы мировой культуры, национальной, местных культур. Практически во всех государствах мира существует министерство культуры, которое заботится о сохранении культуры. В России такие министерства существуют не только на федеральном, но и на региональном уровне. Вот есть такое министерство и в Киевской области. Вроде бы все понятно. Однако, недавно я прочитал весьма любопытную книгу израильского профессора истории Юваль Ной Харари «Сапиенс. Короткая история человечества». В ней он, в частности, пишет, что многие ученые-гуманитарии считают культуру ментальной инфекцией, которая ослабляет своих носителей и даже способна их убить. Известны многочисленные примеры самоубийств религиозных фанатиков, причем в различных религиях. А религия – это не что иное, как один из аспектов человеческой культуры. Другой пример. Во многих армиях мира считается, что знамя полка должно защищаться любой ценой, в том числе и ценой жизни. Понятно, что такое культурное убеждение не усиливает выживание отдельного человека. Культуры, как считает Юваль Ной Харари, заражают людей культурными паразитами или мемами, которые убивают всех, кто ими заразился. Культурные мемы, распространившиеся в том или ином обществе, формируют культурные взгляды или идеологию. Она, в свою очередь, может оказаться очень болезненной для народа или нации. Так, например, произошло с распространением нацизма в Германии, которым перед Второй мировой войной была заражена значительная часть немецкого населения. И потому у меня возникает вопрос, а как следует относиться к такой точке зрения на культуру? И еще. В 2019-м допандемийном году из государственного бюджета России было потрачено на поддержку культуры почти 147 миллиардов рублей. Но если культура ослабляет или даже убивает ее носителей, должно ли государство ее поддерживать? Я бы хотел адресовать вот эти непростые вопросы Михаилу Сергеевичу. Владимир Сергеевич, действительно вопрос очень интересный. Но вот здесь надо исходить прежде всего из того, что культура очень многогранна. Она имеет разные проявления. То есть вот те примеры, которые приводит профессор еврейского университета Харари, эти примеры, они в целом не характеризуют, на мой взгляд, все богатство понятия культуры, проявления культурной деятельности. И я как историк слежу за теми направлениями в исторической науке, которые развиваются. Михаил Сергеевич, можно так сразу поправку сделать. Примеры придумал я. Это не будем обвинять в них еврейского профессора. Ну, просто они все равно связаны с культурой. Ну, эти примеры, они вызваны теми высказываниями, которые исходили как раз от профессора Харари. Поэтому, я думаю, тут действительно надо разобраться, что же такое культура. И я продолжу свою мысль, связанную с тем направлением в исторической науке, которое представляет Харари. Это транснациональная история. Это направление зародилось сравнительно недавно, где-то на рубеже 80-х, 90-х годов. И представители этого направления, историки, политологи, экономисты, ищут некие общие закономерности, которые объединяли бы все человечество. И вот, мне кажется, понятие культура не всегда вкладывается в эти закономерности, поскольку, ну, как мы уже с вами сказали, культура, она многогранная, имеет самые разные проявления. И вот само понятие культуры, ведь оно объединяет государства, сплачивает нации. То есть, трудно представить какую-либо нацию, которая существовала на протяжении длительного времени без культуры. Культура определяет код этой нации. Но с точки зрения транснациональной истории, вот эти вот региональные, как их сейчас называют, региональные – это государственные культуры, да, они, ну, иногда мешают созданию, ну, какой-то такой общей концепции истории. Потому что, ну, история, особенно тех государств, которые прошли различные стадии своего становления, она очень многогранна, она глубока. И, быть может, если говорить даже о современной политической ситуации, ну, вот почему Россия такая, да, почему мы зачастую не воспринимаем, ну, я не скажу, что многие, а некоторые западные ценности, почему дух коллективизма в нас никак не изживается. Вот, хотя, ну, в последнее время мы ощутили себя личностями, индивидами, ну, одно другому не мешает вовсе, да. Но, тем не менее, вот патриотическое начало у нас очень сильно выражено. Это ведь тоже культурная ценность. И эта культурная ценность, она, наверное, ну, не всегда, не всегда типична вот для осмысления вот в своей многогранности, ну, вот европейским сообществом, скажем так. Мы вот так высокими словами говорим, но если спуститься на бытовой уровень, ведь у нас в обществе есть такое понимание, что культурный человек, интеллигентный человек, что он слабый, что он забитый, его легко обмануть или там как-то унизить и так далее. То есть тут ведь получается, что ювольной Харарий-то прав, что для отдельного человека культура может оказаться таким ослабляющим фактором. Ну, конечно, надо смотреть на конкретных примерах. Ну, вот я еще раз хочу подчеркнуть вот ту мысль общую, связанную с тем, что, ну, культура вот в целом не может ослаблять нацию, да? Вот, если говорить на таком человеческом, индивидуальном уровне, то, ну, вы знаете, ведь культурный человек, он мягкий, он интеллигентный вроде бы, обходящий острых углов. Но, тем не менее, культурный человек, человек, который себя уважает, вот, он знает себе цену и он не будет набрасываться с кулаками на своего оппонента. Вот, он на другом уровне, на уровне слова, на уровне просвещения будет просто-напросто отстаивать свои взгляды, чем, собственно говоря, мы и занимаемся. И вот наша конференция, о которой Владимир Сергеевич сказал, чётко подтверждает вот эту мысль о том, что, ну, вот надо говорить о насущных проблемах, их обсуждать, доносить все наши боли, вот, до общества. Вот, и вот культура ведь, она и в этом как раз тоже проявляется. Спасибо. Андрей Павлович, что-то хотите добавить к мнению Михаила Сергеевича или, может быть, оспорить его? Ну, знаете, вот я немножко полистал Харари, посмотрел, мне как художнику я увидел какой-то образ почему-то совершенно такой пластмассовой конструкции, да, из каких-то, ну, логических схем, научных фактов. Ну, вот я как, даже несмотря на то, что художник, я знаю, что наука, она время от времени пересматривает свои взгляды, появляются какие-то новые факты, и через каких-то 10-20 лет всё меняется. И поэтому так выстраивать что-то глобальное на основе вот этих фактов, ну, знаете, вот это вот какая-то большая пластмассовая конструкция, совершенно не наша, вот она не русская, она не ложится на наш менталитет. Мне кажется, вообще, я почему-то представил культуру для себя как некое что-то очень самобытное и может быть как некое что-то индивидуальное порой, когда человек что-то тихонько пишет по-своему, что-то вяжет, что-то плетёт. И вот это ведь тоже часть культуры – самобытность большого и самобытность малого. Вот в этом может быть тоже интерес. Ну, и интересная точка зрения, да. Хотя вот эта книга Харари, она признана мировым бестселлером, и, так сказать, многие зачитывают. Я с удовольствием его прочитал, знаете, очень много толковых мыслей, но вот культура меня зацепила. Как-то вот вы так хорошо подвели к тому, что он не совсем прав. Мне, пожалуй, трудно было самостоятельно, так сказать, поспорить с ним, с его точкой зрения. Давайте мы перейдём непосредственно к вятской культуре, если, конечно, такая существует. Вот мы с гордостью произносим имена наших земляков, которые, вернее, прославили Россию как мировую культурную державу. Ну, мы знаем художники Иван Шишкин, братья Вознецовы, певец Фёдор Шаляпин, писатель Александр Грин, композитор Пётр Чайковский и другие. Безусловно, это великие имена, известные всему веру. Однако, вот разве они являются носителями вятской культуры? Я думаю, и от успеха этих великих людей обусловлен тем, что они вели деятельность в общероссийском и даже мировом культурном пространстве. Но вопрос-то, на самом деле, глубже, чем, вот я, так сказать, сказал. Он о том, может ли в век глобализации в такой большой стране, как Россия, существовать не только общенациональная культура, и не культуры отдельных национальных меньшинств, а самобытная местная культура, в частности, вятская культура. Вот, Арей Павлович, я как раз хочу к вам обратиться. Я знаю, что у вас есть идея создания музея вятской культуры, если вы её не оставили, конечно. Значит, вы считаете, что вятская культура существует. Но, тогда по каким признакам мы можем идентифицировать то или иное культурное явление, как принадлежащее именно вятской культуре? Ну, как вы знаете? Ну, вы знаете, я тружусь в центре русской культуры и письменности «Мир». То есть, это уже как вот само название… Нет, русская культура, а вот вятская культура. Продолжаю, продолжаю. Вот в этом центре, безусловно, собрано очень много именно вятских артефактов, старинных, они, с одной стороны, принадлежат и русской культуре, но вот мы, скажем, когда у нас есть коллекция вятских сундуков, мы, например, можем очень точно идентифицировать, что вот определенные сундуки – это наши вятские. То есть, они так вот расписаны. И мало того, что мы сейчас пытаемся возродить эти традиции, и мы восстанавливаем эти формы, дополняем их, и есть мастерица, которая точно повторяет этот орнамент. Это как бы одна такая грань. Есть такое же направление в росписи, есть такое же направление, ну вот есть небольшой такой музей «Вятский арсенал». Тоже человек занимается костюмом, одеждой. Ну, так как это делается на нашей вятской земле, все равно это имеет некий вот этот вот наш такой оттенок. Можно я сразу уточню по ходу вашего монолога такого? То есть, вот занимаетесь именно старинными артефактами. Конечно, конечно. У нас около 50 подлинных вятских сундуков. Это принципиально важный момент для моего вопроса, потому что вятчане – это же все-таки не самобытная народность. Титульной нацией среди жителей вятского края все-таки являются русские, постепенно заселявшие вот эту территорию. Даже если когда-то и была культура вятчан, то в современную эпоху, как я сказал, эпоху глобализации, вследствие федерального телевидения, радио, газет, интернета, происходит унификация, даже уже произошла унификация национальной культуры россиян. Современные вятчане практически не знают ни местных сказок, ни местных песен. Ну, есть, кто занимается фольклером этой единицы. Нет особенной вятской одежды сегодня. Сегодня никто не пользуется сундуками вятскими, они в музее же находятся. Нет характерной еды, как, например, у кавказских народов, да, но там национальная меньшинство – это вот другой вопрос. Нет особых вятских танцев, которые бы знали в семьях, да. Не существует построек, выполненных в вятском архитектурном стиле сегодня. Я не говорю про дореволюционную революцию, можно я доскажу там. А считать, что вятская культура существует только на основании наличия каких-то самобытных вещей, ну, типа дымковской игрушки, сомнительно, занимается-то этим несколько десятков человек. А культура – это то, что бытует, в общем-то, в массе людей. Ну, хотя бы, ну, может быть, не все ветчане, но половина или там четверть людей должна воспринимать ее, знать о ней и ее как-то транслировать. Я вот так понимаю. Вы абсолютно правы, абсолютно правы. Но, тем не менее, вот мне кажется, что то, о чем я говорил, это, знаете, вот есть понятие гомеопатии. Когда совершенно в каких-то горошинках, где уже нет вещества, вдруг они начинают влиять, они начинают лечить. Мне кажется, вот в гомеопатической дозе это все равно присутствует. И, на мой взгляд, вот мы сейчас, например, в нашем центре, мы боремся за то, чтобы у нас появилось свое пространство. Но вопрос гомеопатии, наверное, очень неудачный такой пример, потому что гомеопатия официально запрещена. То есть она признана лжемедициной. Вы знаете, а это, между прочим, как раз говорит о нашем обществе, что те вещи, которые на самом деле реально работают, я на себе знаю, они вдруг неожиданно оказываются почему-то не нужны. Я вам скажу, почему они не нужны. Потому что иначе тогда нужно закрыть очень большое количество аптек. Потому что гомеопатия, она действительно работает. Тут я вот, кстати, даже и не соглашусь. Значит, будем про гомеопатию, у нас сегодня про вязкую культуру. Михаил Сергеевич, вы что скажете по этому поводу? Ну вот, по поводу вязкой культуры я Андрея Павловича поддержу. Вязкая культура – это, на мой взгляд, уникальное самобытное явление. И вот тут нет на самом деле никаких противоречий. Там общероссийская, вязкая культура. Ну это, как знаете, в одной семье бывают дети одних и тех же родителей, но они все разные, со своими какими-то уникальными талантами. И вот тут точно так же и в культуре России. То есть есть, на мой взгляд, такое понятие, как культура – место. Ну сейчас очень часто в науке такую культуру называют локальной культурой. Где, ну вот, общие моменты, общероссийские, воспроизводятся или транслируются на общество в несколько ином самобытном виде. Ну, тем более у такой древней территории, как Вятская земля, ведь культурный фон, культурная среда формировалась, начиная еще с ранних периодов истории. И, ну вот, для меня, прежде всего, вот что является, ну, таким определяющим в понятие культуры – это наличие, ну, каких-то особенностей языка. И вот есть такое понятие научное, устоявшееся понятие, как Вятский говор. Более того, ведь у нас есть целый словарь областного Вятского говора. И действительно, ученые, филологи находят, ну, много уникальных языковых вещей, которые нас отличают от всей остальной России. И даже сейчас, ну вот вы, кстати, интересный вопрос задали по поводу носителей Вятской культуры, перечислив вот известных людей – Шишкин, Воснецов. Ну вот, действительно, их талант развелся, наверное, уже на общероссийском поле. Они были уроженцами Вятской земли, но они не были носителями культуры. То есть они были уроженцы, но в то же время есть примеры и ярких носителей Вятской культуры, в их числе, вот среди наших современников, я могу назвать Владимира Николаевича Крупина, чей вот Вятский говор сохраняется, несмотря на то, что он живет постоянно, ну, казалось бы, в другой языковой среде. Да, вот, ну, более того, ведь он сохраняет не только вот культуру своего места, да, вот, и он не стесняется этого, вот, характерные оконья там, ну, не в обиду будет кому-то сказано, скажем, вятские люди зачастую отсекают гласные, ну, говорят, не бывает, а быват там, не знают, а знают, да, вот, если не власти, а власть там, да, вот. И вот эти моменты, они на самом деле у людей, которые проникнуты, вот, элементами вятской культуры, сохраняются, если даже люди очень долгое время живут в других регионах. И, ну, вот, пример с Владимиром Николаевичем, он очень удачный, потому что Владимир Николаевич, он же и произведение пишет на вятские мотивы, там, та же вятская тетрадь в свое время нашумевшая, да. Ну, не знаю, можно ли говор, вот, тем более, не так уж он ярко, этот вятский говор, особенно в городе проявляется, считать особенностью культуры такой характерной. А, нет, это одна из особенностей. Ну, а какие-то есть, ну, давайте мы, Андрей Павлович, еще дадим слово. Да, пожалуйста. Я хотел бы еще назвать одно имя, замечательный такой наш краевед, исследователь Старостин Василий Андреевич, который создал вот историю вятских родов, очень большую работу поднял, совершенно человек удивительный, и вот для меня он создал какие-то образы, например, он говорил, что вятка – это нулевой меридиан Земли. И вот я, и он даже говорил, что это, иногда можно даже назвать, что это центр русского мира. Он говорил, что были целое столетие, когда сюда на вятку, как более-менее свободные земли, съезжались люди в большом количестве, крестьяне, основывали здесь свои деревни, и в названиях деревень собрался весь, вот, повторяю, русский мир. Очень он любил перечислять эти вещи, имена, задавать вопросы, а что это, откуда. И мы знаем точно как факт, что на рубеже 19-20 века наша губерния была самая многочисленная, и практически 20, чуть ли не 20 тысяч, больше 20 тысяч деревень было. То есть это вот тоже некий феномен, вот, и я хочу завершить, может быть, вот эту свою реплику еще тем, что мы ведь на самом деле, вот мы говорим о вятской культуре, а как можно говорить о вятской культуре, если мы на самом деле еще совсем не вятка, и вот эта тема поднимается слепородство, то есть какая, что все нас считают вятскими, я студентом учился, всех нас в институте знали, что вот мы двое учимся в группе, все мы вятские, ребята, поговорите по-вятски, это было, вот, и в то же время мы сами до сих пор не хотим себя это признать. Но мы как-нибудь поговорим в другой передаче насчет вятка Киры Хлынов, а вот про вятскую культуру еще один маленький вопрос, потому что мы потом должны будем уйти на небольшой перерыв, вот если вятская культура существует, то тогда должны существовать культурные события, артефакты и так далее, созданные на других территориях, не вятки, но имеющие отличительные признаки именно вятской культуры, потому что вятская культура, она ведь, это же не территориальная культура, если это действительно самобытная культура, а вы можете какие-то вот примеры быстро такие вспомнить, назвать, вот, что тогда, которые бы свидетельствовали, что да, вятская культура существует, вот посмотрите, там, в Ярославле или там где-то еще, вот, какие-то артефакты чисто вятские делают? Ну, вятские артефакты, они сохранились и в топонимике, ну, вот, вы вспомнили, в Ярославской области у меня сразу же село Вятское, да, показательное. Ну, там вопрос, там еще вятчане, вятичи, разное, это племя было вятичей, вот, я как-то там читал, по-моему, не разговаривал с ними, что они это ведут от племени, а не от людей вятских. Ну, примеров много, на самом деле. Хотя бы один яркий. Вятская губерния ведь была очень большая, поэтому вот вятскими людьми зачастую называют себя и люди, которые проживают на севере Татарстана, вот. А примеры культурных явлений? Ну, может быть, Андрей Павлович? Ну, мне почему-то сразу вспомнился великолецкий образ святителя Николая, его несколько путешествий в Москву, и то, что даже, например, мы знаем, что один из храмов на Красной площади, да, он посвящен великолецкому образу. Это предел. Предел, да, да. Василия Влаженова, да. Да, предел. Ну, там они практически как храмы, собранные вместе. Вот. И, в общем-то, это было явление, которое прозвучало, и, в общем-то, ну, мы можем об этом тоже, наверное, говорить, как наша вятская... А сегодня есть такие примеры вятской культуры, которая была бы к территории не привязана? Ну, может быть, в Москве есть очень серьезное вятское сообщество, да, которое собирается, я был на его собраниях. Вятское землячество. Вятское землячество, да. Оно, в общем-то, живет, действует, работает, и, в общем-то, нас тогда в свое время студентов поддержали. Я очень согласен, что такое сообщество – это пример вятской культуры вне территории вятского края. У вас тоже, да? Примеров, на самом деле, ведь очень много. Ну, например, вот у нас проходит конкурс «Вятская книга года», да. И вот этот конкурс в нашей стране появился в библиотеке Герцена одним из самых первых, да. Вот, и сейчас вот это уникальное явление трансферируется и на другие. А нет, понимаете, вот по форме проведения, по структуре подбора книг, да, вот. Хорошо, согласен. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим наш разговор. В эфире дискуссионная передача «Ума. Палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Мои собеседники – доктор исторических наук, профессор Михаил Сергеевич Судовиков и художник и кинописец, каллиграф, автор проекта «Вятская азбука» Андрей Павлович Драченков. Мы продолжаем говорить о том, существует ли уникальная вятская культура. Мы можем признавать или не признавать ее существование, но мы не можем не признать, что в культурной среде вятки существует много уникальных культурных явлений, о которых вот до перерыва уже говорили мои коллеги. И это не только кукарское кружево или дымковское игрушка, а одним из ярчайших таких явлений, я лично так считаю, является как раз вятская азбука. И сегодня с нами ее создатель, ее идейный вдохновитель, подвижник, я бы сказал, вятской культуры Андрей Павлович Драченков. У него много разных направлений работы и творчества, это и каллиграфия, и иконопись, но, безусловно, вятская азбука стала, наверное, главным последние, во всяком случае, годы проектом. Андрей Павлович, почему Ваша азбука не древнеславянская, а именно вятская? Разве такая азбука когда-то существовала, вятская азбука? Вообще, расскажите о своем проекте. Ну, безусловно, я всегда как раз даже на каких-то выставках, когда представляю эту работу, говорю о том, что, безусловно, это не просто какая-то наша, какой-то вятские какие-то значочки, это, безусловно, наша славянская азбука. Ну, сейчас, наверное, чаще всего называют церковно-славянская азбука. Но она сделана в контексте, может быть, нашего вот этого местного такого взгляда, взгляда, связанного, может быть, даже больше с материалом. Потому что вятские люди очень рукастые, они очень много что могут делать. Вы сегодня уже употребляли и кукарское кружево, и работы с деревом, и со всеми, со всеми материалами. И первый посыл был такой, что каждую букву представить из какого-то материала и по возможности через этот материал еще и донести биографию некоторых букв. А оказывается, что у букв еще и есть и какие-то иногда и биографии. То есть они когда-то рождались, когда-то умирали. Ну, это все совершенно неожиданно. И для меня самого вот... Я сам открываю до сих пор эти буквы наши славянские. И вообще считаю, что, наверное, наша вот эта вот кириллическая традиция, а еще глубже глаголическая, это наше достояние, которое мы должны знать, ценить, приумножать. Ну, приумножать в том плане, что не забывать о ней хотя бы. Кирилл и Мефодий вроде не святки были родом. Все-таки на вятке существовали когда-нибудь свои буквы? Ну, я думаю, какие-то почерковые особенности, может быть, и существовали. Сейчас это, наверное, сложно сказать. Но, вы знаете, очень часто, когда мы берем и открываем книги старинные, мы даже вообще ничего прочитать не можем. То есть это вообще очень серьезный вопрос, что мы свою историю-то знаем, конечно, плоховато. И это очень интересная работа, кстати, с молодежью и со школьниками, когда открываем старинную, такую уже почти истлевшую книгу и начинаем в ней искать слова, которые там, может быть, вязью написаны. Для детей, для школьников это открытие. То есть вятская азбука, она потому вятская, что создана на вятской земле? То есть тоже как проект, местный проект, да? Тут очень много аспектов. Ну, например, вот у меня буква «Ю» посвящена Юрию Васнецову. Я считаю, что абсолютно гений детской книги, который создал образы, которые запечатлелись у миллионов детей в России. Он наш соотечественник. Он, хотя работал в Санкт-Петербурге, но вот его отношение к книге и то, что он наш земляк, позволило нам сделать букву, посвященную ему. Да еще мы знаем, что он понимал именно народную культуру, именно вятскую культуру. И многие книги он собрал как набор таких вятских потешек, каких-то присказок, да, которые родились вот в народе вятском. То есть каждая буква какое-то вятское событие обозначает по этому азбуку? Ну, где-то мы смогли найти вот этот вот наш вятский аспект, но где-то, конечно, буквы занимают какую-то глобальную тему. Ну, например, буква последняя, ижица, она напоминает о Византии. То есть это буква, такая ниточка, которая действительно напрямую нас связывает с Великой Византией, потому что это буква греческого происхождения. Три раза ее убирали из азбуки с времен Петра I, три раза возвращали, а на рубеже веков она все-таки в азбуке была. Да, вот у меня есть букварь такой. А большевики как будто бы про нее забыли, и она как бы просочилась в наше время. И получается, что официально мы можем сейчас ее даже использовать. Интересно, даже говорят, ходили локомотивы, там у них в их аббревиатуре была ижица в каких-то 30-х, 40-х годах. Вот это интересный феномен. И она у меня с двумя колокольчиками в виде куска кожи, который напоминает карту Византии. И вот в самой графемии, это, наверное, так очень сложно о ней рассказать, нужно ее видеть. А где можно посмотреть? Вы знаете, я хочу эту букву показать в ближайшие, может быть, месяцы на день Кирилла и Мефодия в Музее истории народного образования. Может быть, десяток букв нашего проекта там будут представлены. А сколько теперь сейчас букв уже есть? Ну, их приблизительно было где-то 43, так можно сказать, в некой полноте. И, в общем-то, со всеми древними буквами да, у нас только. Где вы храните, где может просто гражданин, желающий посмотреть, прийти, увидеть это? Или только в интернете? Ну, вы знаете, сейчас у нас действительно вот в центре у нас сейчас такая проблема, что у нас огромное количество разных проектов, и у меня только половина азбуки входит в наше помещение, остальная половина отдыхает у меня в мастерской, можно сказать так, в запечатанном виде. Но я очень надеюсь, конечно, что когда-нибудь я мог бы на Вятской земле их показывать целиком. Потому что у меня вот есть идея квестов, когда можно школьников водить по буквам, и они, отгадывая что-то, могли идти к следующей букве, то есть некая такая система. И, конечно, она может заработать, когда все буквы видны. Пока вот этого не получается. Интересно очень. А не знаете, кто-то поддержал вашу культурную инициативу? Есть в других регионах подобные проекты? Ну, я видел что-то подобное в Санкт-Петербурге прямо на улицах, где каждой букве посвящена какая-то такой вот артефакт, который может жить на лице города, вписываться в проспекты и набережные. Интересно. Ну, мы постепенно будем подходить к завершению нашей передачи и подводить итоги, к чему мы пришли. Давайте кратко резюмируем. Каждый, так сказать, скажет, выскажет свое мнение. Итак, Михаил Сергеевич, по вашему мнению, существует вятская культура? Если да, то что она из себя представляет? Какие отличительные черты, признаки? На мой взгляд, я, собственно говоря, уже повторю эту свою мысль. Вятская культура существует как культура самобытная, культура, которая вписывается в целом в российский формат, да, культура, то есть российская. Вот. И проявлений культуры, на самом деле, очень-очень много. Это и наше духовное наследие, это и язык, это и очень уникальная история. Культура, это ведь все, собственно говоря, что нас окружает в широком-то плане слова. И как локальная культура, как культура места, со своими особенностями, той же дымковской игрушкой, на мой взгляд, эта культура существует, она отличает нашу сторону, или даже страну, как ее называли в дореволюционных документах, тоже ведь не случайно, да, вот название. Хотя существовали уже губернии, а зачастую говорили, что есть вот вятская сторона, да, вятская страна. То есть вот на уровне Российской империи еще вятка, как какая-то особенная территория, особенно из-за своей уникальной самобытной культуры, она выделялась. Поэтому я считаю, что такая культура существует, но в то же время мы должны быть еще и реалистами, мы живем в глобальном мире. Поэтому вот то, что делает Андрей Павлович, для меня очень близко. он сохраняет наши традиции, сохраняет нашу культуру, и мы, как историки, тоже этим занимаемся. Андрей Павлович, минута-полторы для вашего итога. Я бы хотел добавить доли тревоги о том, что все-таки, несмотря на то, что мы считаем, что она существует, но без какой-то поддержки, без какой-то заботы, внимания, может быть, сверху как раз даже поддержки таких людей, мне кажется, все-таки культура в опасности. Культура в опасности, ей нужно заниматься, и чем раньше мы это поймем на всех уровнях, тем лучше. Ну вот я тоже свой итог подведу, то, что я сегодня услышал, что вятка, безусловно, вносит свою и очень значительную лепту в культуру России. И вятская культура, это, возможно, так сказать, ее черты проявлены, как вы сказали, в народном творчестве. Вятские говоры показывают наличие вятской культуры. Вятские проекты различные, которые потом начинают распространяться по России, поддерживаются в других регионах. Ну и вятское землячество вносится, вернее, оно доказывает, что вятская культура существует, потому что и в других регионах есть вятские люди, есть вятские идеи, которые транслируются и множатся. Ну, на этом мы, наверное, закончим сегодня передачу, но к вопросам культуры в дальнейшем будем еще возвращаться, и не раз, я надеюсь, вы придете, и мы с вами еще побеседуем. А на сегодня все. И нашим слушателям всего доброго и до новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. Ума-балата